В Махачкале, 9.57, в студии Светлана Саид-Гусейнова, редактор выпуска Шарипат Шульгина. Здравствуйте. Новости. Сегодня весь мир отмечает День авиации и космонавтики, памятную дату, посвященную первому полету человека в космос. 12 апреля 1961 года старший лейтенант Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» впервые в мире совершил орбитальный облет Земли, открыв эпоху пилотируемых космических полетов. Вести ФМ. Сегодня на территории планетария ДГУ молодежка ОНФ проводит всероссийскую акцию «Космос наш», приуроченную ко Всемирному дню авиации и космонавтики. Формат акции предполагает уборку территории планетария с привлечением молодых людей. Депутаты Народного собрания во главе с первым вице-спикером Сегид Ахмедом Ахмедовым встретились с вынужденными переселенцами из Украины, которые в настоящее время проживают на территории Дагестана. В ходе мероприятия мигранты рассказали, с какими проблемами они сталкиваются. Завтра в Махачкале на пляже Березка ежегодное командное соревнование «Чистые игры» по сбору и сортировке мусора в загрязненной локации нашего города. Это хорошая возможность сделать нашу экологическую среду чище, узнать про правила сортировки мусора и при этом получить очень крутые подарки. 13 апреля на территории муниципальных образований Дагестана – общереспубликанский сельскохозяйственный субботник. Планируется приведение в порядок приусадебных участков, уборка территории вдоль трасс, посадка саженцев деревьев. Новости культуры. А также с женскими шелковыми платками в стиле ботик. Кроме того, состоится мастер-класс по данным техникам. Вход в свободный. Вестиспорт. 14 апреля в Санкт-Петербурге Анжи и Зенит сыграют между собой матч 23-го тура российской премьер-лиги. Напомним, Зенит лидирует в чемпионате, а Анжи занимает предпоследнее 15-е место. В Махачкале без осадков, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду, температура 16-18 тепла, вода в море 10 градусов.